90 сильнейших юных боксеров Астраханской, Волгоградской, Ростовской области, Республика Дегея, Калмыкия, Краснодарского края приехали биться за звание абсолютного победителя. Сборная Краснодарского края – 8 сочинцев. Один из них – воспитанник спортивной школы по боксу, 15-летний Сергей Данилян. В его активе более 20 медалей. Парень настроен только на победу. Я тренируюсь 5 раз в неделю, по 2 часа. Тренер учит меня всему, что и сам знает. Все от мелочи и до сложного самого. Я чувствую себя в отличной форме. Очень сильно хочу победить, занять первое место. Бои проходили в 11 весовых категориях от 48 до 80 килограммов. Первенство ЮФО среди юноши рассчитано на 5 дней. Каждый боксер должен провести по одному бою. За соревнованиями наблюдают 16 судей международной и первой категории. Бой у юношей 3 раунда по 2 минуты. За 2 минуты они должны продемонстрировать все то, чему их научили, чему они научились сами. И постараться одержать победу. Победа определяется по очкам, по набранным очкам и по иным обстоятельствам. В виде явного преимущества, в виде нокдауна или нокаута. Победители этих соревнований отправятся в апреле на первенство России по боксу. Этот факт только усиливал желание победы. Некоторых подводили нервы. 15-летний волгоградец Алексей Ларионов пропустил несколько ударов и проиграл в очках сопернику. Но все равно не теряет боевой настрой. Буду больше тренироваться. Все в следующем году выступить лучше, чем в этом. Одержать победу. Дух еще не сломлен. Я хотел победить, но ничего-то не хватило. Упорство, наверное. Чего-то такого. Мэр Сочи поставил задачу активно развивать спорт. За пять лет на курорте возведено 8 современных спортивных школ. Построено множество тренировочных баз. Обширное олимпийское наследие. В том числе и спорткомплекс «Лазаревский». У нас в городе Сочи существует календарь мероприятий. И в прошлом году мы провели более 130 значимых мероприятий, событийных. Это, как правило, они все спортивные направленности международного и всероссийского масштаба. В этом году у нас не меньше мероприятий запланировано в календаре. Уже в апреле Сочи примет Кубок мира по кёрлингу. И это только начало. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».